Мясные змейки Начинаем замешивать тесто. Здесь у меня есть мука. Теперь к муке вливаю молоко. Теперь к молоку отправляю масло. Масло у меня растительное, без запаха. Смотрите, образовался вот такой кратер. На вулкан похож. Здесь у меня уже готовые дрожжи. Их я тоже отправляю к молоку. И отправляем соль. Теперь наш вулканчик замешаем. Делайте это аккуратно, чтобы ваша жидкость не вылилась на стол. Тесто уже загустело. Теперь буду перемешивать тесто руками. Только сначала уберу с краев муку. Ну все, теперь можно замешивать руками. Спустим с лопаточки тесто. И начнем замешивать. О, тесто тепленькое! Это потому, что я брала боб. Теплое молоко для приготовления дрожжевого теста. Вот такой теплый колобочек у меня получился. Теперь накрой его полиэтиленом. И оставляю на час, для того, чтобы тесто поднялось. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. У меня здесь есть говяжий фарш, лучок, чесночок, соль и черный перец. Сейчас мы лучок разрежем вот таким образом. Не слишком мелко, просто на несколько кусочков. И в измельчитель. Теперь лук и чеснок измельчаю в измельчителе. Точнее не измельчаю, а превращаю в пюре. Потому, что когда ешь фарш, и оттуда кусочек лука выскальзывает, не очень приятно. Отправляю измельченный лук и чеснок в фарш. Сюда же отправляю соль, черный перец и перемешиваю. Все тщательно перемешаю. От лука я, конечно же, плачу. Наше тесто подошло. Вот таким красивым оно у нас получилось. Аккуратно вытаскиваю с тарелочки. Оно очень-очень пушистое. Здесь очень много пузырьков. Как красотень у нас получилась. Теперь разделим на две части. Раскатаю тесто. Тесто я раскатала. Теперь разрезаем тесто на ленточки шириной 3 сантиметра. Вот этот край я вырежу. И уберу в сторону. Теперь отмеряю 3 сантиметра. Вот. И разрезаю ленту. Вот такая лента должна у вас получиться. Вот такая лента должна у вас получиться. На ленточку выкладываю фарш. Теперь вот таким образом я защипляю наш менточек. Я защипала края теста. У меня получилась вот такая змейка. Эту змейку переворачиваем швом вниз. Один конец змейки сворачиваю в одну сторону. Второй конец змейки заворачиваю в противоположную сторону. И так до середины. Не переборщите с фаршем. Чтобы здесь осталось немного теста. Для того, чтобы змейку было легко защипать. Если же фарша будет много, то змейка начнет дырявиться. Музыка. 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 Смазываю змейки яйцом. Смазываю змейки яйцом. Смазываю змейки маком. Смазываю змейки. Смазываю змейки печься в духовку до полной готовности при температуре 180 градусов. Давайте теперь попробуем. Они правда очень горячие. Я буду их разрывать аккуратно. Ммм, получилось очень-очень вкусно. Мне так понравилось. Хоть я и готовлю эту выпечку в первый раз. Правда готовятся эти змейки очень легко? А какие они вкусные? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и попробуйте приготовить эти змейки. Я уверена, всем они понравятся. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok